МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал ИВИДНОЕ ТВ новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. У мемориального комплекса на ВИДНОВСКОМ кладбище состоялся торжественный митинг и возложение цветов. Солдаты, подарили вы планете. Великий май, победный май. В ВИДНОВской школе номер 10 в рамках всероссийской акции провели диктант победы. Самое главное, еще раз вспомнить всю историю Великой Отечественной войны. В сквере юность открылась выставка, посвященная участникам Великой Отечественной войны. А это идешь мимо, нам удобно. Мы прошли, посмотрели. В преддверии праздника 9 мая на ВИДНОВСКОМ муниципальном кладбище, где находится мемориальный комплекс, посвященный воинам, павшим в Великой Отечественной войне, прошел торжественный митинг и церемония возложения цветов. Мероприятие началось с минуты молчания, после которой к собравшимся обратились депутаты, представители духовенства, ветераны, руководство района. Я хотел бы прежде всего пожелать ветеранам войны, которые остаются сегодня в строю, еще долгих лет жизни, хорошей, нормальной, обеспеченной жизни, чтобы каждый из нас, помня те великие подвиги этих людей, помогал им, отдавал дань уважения. В торжественном митинге также приняли участие представители делегации из Болгарии, посетившие Ленинский район с дружеским визитом. Я поздравляю вас, НЕС, в имя ветеранов, в имя героев, чтобы пошли более брони. Слава великой братской народу, слава России, слава и Болгарии. В торжественном карауле рядом с бойцами 5-й бригады противовоздушной обороны вытянулись по стойке смирно юные участники военно-патриотического клуба. Прадед воевал, дошел до Берлина, но он погиб 8 мая. Ученики Видновской школы номер 6 выступили с литературной композицией. Посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Еще, когда нас не было на свете, тогда гремел салют, и с края в край солдаты подарили вы планете Великий май, Победный май. После торжественного митинга собравшиеся возложили живые цветы и венки к мемориалу, посвященному павшим воинам. Такие мероприятия, которые мы проводим, вот ежегодно мы проводим митинги, праздничные мероприятия, встречи, приемы, концерты, выставки. Это все ради того, чтобы помнить и не забывать, и не дать никому никак, никакой возможности из... коверкать или изложить историю по-другому. Благодаря подвигу воинов, защищавших нашу землю, теперь здесь звучат только выстрелы салюта. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Пока мы будем помнить о подвигах воинов-победителей, память о них будет вечной. Наш корреспондент Дмитрий Книга побывал в сельском поселении Развилковское, где прошла вахта памяти. В преддверии Дня Победы на территории Ленинского района проводится множество памятных мероприятий. Одним из самых трогательных в сельском поселении Развилковское стала вахта памяти, которая проводится здесь уже четверть века. Предвестником вахты памяти в нынешнем ее виде стала патриотическая работа краеведа Галины Семеновны Рубинской, которая, начиная с 60-х годов прошлого века, работала преподавателем в местной школе. Первыми ее учениками были дети фронтовиков. Мы с детьми в деревнях прикреплялись звездочки к домам, где жили ветераны войны. И потом мысль такая, что как их поздравить в этот праздник. И мы с ребятами, тогда были пионеры, с горным барабаном, шли по деревне, отрядный флажок был, шли по деревне, останавливались около дома и горнели. После того, как во всех деревнях сельского поселения Развилковской установили памятники павшим воинам, стала традицией собираться за несколько дней до 9 мая и проводить возле каждого из них вахту памяти. Сегодня по традиции мы начинаем с Ощерина, деревни. Здесь собирается очень много народу. Сюда приходят еще наши детские сады. Сегодня приняли участие два детских садика. Это «Золотая рыбка» и «Сказка». Дети очень чувствительно относятся к этим мероприятиям. И, конечно, когда из уст детей слышат стихи о войне, это очень трогательно. Также в митинге памяти приняли участие ученики Развилковской школы. Они поименно называли всех жителей деревни Ощерина, ушедших на войну. Отец Риммы Винокуровой, Семен Иванович Топов, отправился на фронт в первые дни Великой Отечественной и попал на поля сражений под Смоленском. В эти праздничные, но в то же время грустные дни мы вспоминаем тех людей, кто ковал для нас победу. Хочется сказать одно – это спасибо тем людям, которые отдали не только свою жизнь, а то свое здоровье, свое, как говорится, ну, все, что у них было. Тогда никто не спрашивал. Все люди шли практически на фронт, и назад дороги не было. Для жительницы деревни Картино Валентины Митрофановны Латохиной День Победы – один из главных дней в жизни. На деревенском мемориальном монументе высечены сразу несколько имен ее родственников. Валентина Митрофановна до сих пор помнит 22 июня 41-го года. «Передавали по радио граждане, слушайте, военная тревога. В общем, начинается война. Это нам передали. А потом кончилась война. Все рады были, кто плясал, кто плакал, кто чего. Очень было тяжело». Юноши и девушки отмечали, что только взрослее они стали осознавать, что 9 мая не просто праздник, а особенный день для каждого жителя нашей страны. «Я считаю, что такие мероприятия, как вахта памяти, они нужны, так как люди, от мала до велика, они должны знать об этих событиях и знать своих героев». Вахта памяти прошла по всем семи деревням сельского поселения Развилковская. В России впервые написали патриотический диктант. Тысячи людей разного возраста и профессий по всей стране приняли в нем участие. Ленинский район не остался в стране. В Видновской школе номер 10, где была организована площадка по написанию диктанта победы, собралось порядка 70 человек. Наша съемочная группа тоже познакомилась с заданиями, которые были подготовлены для участников испытаний. Желающих попробовать свои силы в знании истории Великой Отечественной войны оказалось немало. Среди пришедших в школу номер 10 люди разных возрастов и профессий. Но больше всего 11-классников, которые выбрали историю в качестве выпускного экзамена. Одна из них – Софья Янева. Этот диктант, считает, выпускница, поможет ей увереннее чувствовать себя при сдаче ЕГЭ. В период Великой Отечественной войны чем интересен? Насколько интересен для тебя конкретно? Переломным моментом, когда СССР смогло взять на себя большую ответственность за войну. И, естественно, наверное, День Победы. Тут же за соседними партами учениками смогли себя почувствовать и те, кто школу окончил много лет назад. Татьяна Морева, библиотекарь второй школы, к диктанту не готовилась, но надеется, что знания, полученные ранее, помогут справиться с заданиями. Конечно, основные-то сведения, наверное, основные даты, события основные, я думаю, что в памяти еще есть. В одно время с участниками из Ленинского района диктант Победы писали тысячи людей по всей стране. Многие испытывали волнение и от самого экзамена на знание истории войны, и от участия в столь патриотическом мероприятии. Достаточно сложно вспоминать это все, это так интересно, и самое главное, это настолько патриотично, я считаю, особенно для молодого поколения, когда ты можешь оценить свои знания, и самое главное, еще раз вспомнить всю историю Великой Отечественной войны. Патриотический диктант состоял из 20 заданий, 13 из которых с выбором варианта ответа на остальные 7 нужно было ответить кратко. Первыми за довольно короткое время справились старшеклассники. Никита Бибиков из 7-й школы оценил высокий уровень сложности диктанта. Там было, где изображение танка, например, ну, можно не знать многих, потому что он не самый известный. И также в сражениях можно запутаться или не вспомнить какого-нибудь полководца или маршала. Организаторы акции уверены, что патриотические диктанты в преддверии Дня Победы станут проводиться ежегодно. То, что сейчас говорят о Великой Отечественной войне, настолько искажено, настолько неправдиво, как бы лживо. И для того, чтобы мы могли эту правду поднять наверх, мы должны об этом помнить. Мы должны периодически это, как бы проверку для себя даже делать, в памяти, что у нас сохранилось, что мы знаем, как мы это помним, как мы это отмечаем. Бланки с ответами отправятся в Министерство просвещения, где будут проверены и оценены результаты. Участники диктанта смогут узнать 12 июня, в День России. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Накануне Дня Победы ветеран Великой Отечественной войны Борис Николаевич Никитский отметил свое 96-летие. На фронт он ушел в первые месяцы войны, а в 1945 году вернулся домой победителем. Подробнее о судьбе человека расскажет Арсений Рогозянский. В 18 лет Борис Николаевич Никитский, узнав о начале войны, хотел добровольцам уйти на фронт. Но тогда юношу в армию не взяли. Необходимо было ухаживать за болеющей матерью. Только 1 октября его по повестке призвали в курсантский запасной полк во Владимире. Как бежал, как вся молодежь рвались в бой. Мы тогда боялись, чтобы не успеем повоевать-то. Спустя несколько дней после призыва юношу направили на Волховский фронт. Он участвовал в боевых действиях под Ленинградом. На войне Борис Николаевич был пехотинцем-снайпером, поскольку умел точно стрелять. Победа застала воина в Каспийском море, неподалеку от Азербайджана, на небольшом военном судне. Сидел, как раз дежурил в этот день по кораблю. Вот, вдруг он из рубки, кричит Борис, Борис, война кончилась. С днем рождения и наступающим днем победы Бориса Николаевича поздравил глава Ленинского района Валерий Венцель. Примите самые искренние поздравления с днем победы. Подвиг, совершенный вами и вашими боевыми товарищами, всегда всем нашим народам никогда не утратит своего исторического значения. Дочь ветерана Вера Вашурина знает множество историй из военной жизни отца. Например, она вспомнила о похоронке, которую получила его мать в то время, когда Борис Николаевич находился в госпитале. Для Веры Борисовны он не только герой, но и отец, которым она гордится. Очень его люблю, ценю, уважаю. Безмирно ему за все благодарна. Судьба Бориса Николаевича Никитского – живой пример храбрости и доблести советского воина. Таких людей важно помнить, ведь благодаря их подвигу живы мы все. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. В совхозе имени Ленина приближающийся праздник победы решили отметить по-спортивному. Уже четвертый год здесь существует традиция выполнять определенное количество силовых упражнений и ставить новый рекорд. В подробностях этой акции разбиралась Анастасия Горелова. Пожилые, взрослые и дети. Огромное количество желающих пришло сегодня установить новый рекорд. В завхозе имени Ленина состоялась четвертая по счету памятная акция «Рекорд победы». Наше поселение уже четвертый год является активным участником флешмоба «Рекорд победы». Цель этого флешмоба в каждом населенном пункте нашей страны установить так называемый рекорд победы. Рекорд победы заключается в том, что все вместе мы должны отжаться количеством мирных дней после войны. В этом году это 27 тысяч 28 раз. Памятный флешмоб начался уже с сложившейся традиции – почтение погибших минуты молчания. Как? Мы готовы? Мы сделаем это? Настрой был боевой. Каждый стремился внести свой незначительный, но по-особенному важный вклад. Для меня это значит, это не только для меня, а для всех жителей нашего совхоза, для всей России, я думаю, это памятная дата, 9 мая 1945 года, когда наши дедушки, бабушки выиграли у фашистов эту войну. Отжимались кто сколько мог, сто или пять раз – абсолютно неважно. Время было неограничено. Количество отжиманий четко фиксировалось. В мои обязанности входило подсчет отжиманий количества. То есть все, кто участвовал в акции Победы, подходили ко мне и говорили, сколько они выполнили отжиманий. А я записывал, фиксировал это. Больше всего на поле детей. Старанием и упорством некоторых малышей нельзя не восхититься. Сколько раз ты сегодня отжался? 20. Тебе было очень трудно или легко? Трудно. Трудно? Ты справился с сегодняшней задачей? Я столкнулась с трудностью, что я, когда была 40 раз, я столкнулась, что я почти упала. Но я все-таки встала. В здоровом теле – здоровый дух. Для каждого личный рекорд Победы имел свое значение. Для меня это означает то, что мы все едины. В здоровом теле – здоровый дух. И мы, вся наша страна, Россия и каждое поселение, мы едины духом, территориально, целостно. И вместе мы сила. Посещение акции стало для семьи Никитинах традиций. Каждый год мама и папа проводят беседу со своими сыновьями, где напоминают, какие важные и трудные годы прожила наша страна. Мы сюда сегодня пришли. Как, впрочем, мы каждый год приходим всей нашей семьей. У меня двое детей, два сына. Младшему три с половиной года. Вот он там. Старший сейчас на занятиях. Ему семь лет будет уже скоро. Мама, папа. Были все. Вся наша семья отжалась. Ну, наверное, в среднем 60-50 отжиманий было. Рекорд установлен. Общее фото на память сделано. Участники показали достойный пример выносливости. Анастасия Горелова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Победители. Так назвали свою новую экспозицию, посвященную последним годам Великой Отечественной войны, сотрудники историко-культурного центра. На открытии выставки в сквере «Юность» побывала наша съемочная группа. Накануне Великого Дня Победы в сквере «Юность» разместилась новая фотовыставка под названием «Победители». Здесь представлены уникальные военные кадры из архивов жителей и историко-культурного центра, а также портреты тех, кому мы обязаны мирным небом над головой. Это не первая фотовыставка, рассказывающая о военных подвигах наших земляков. Ранее в сквере уже были представлены коллекции фотографий, посвященные 75-летию победы в Курской и Сталинградской битвах и подвигу Ленинграда. Нынешняя экспозиция – дань памяти воинам-освободителям, подарившим свободу от немецко-фашистских захватчиков не только своим землякам, но и соседним странам. На данном стенде представлена Белоруссия и Прибалтика. На втором стенде – это у нас Украина и Крым. Третий стенд – это те, кто освобождали Восточную Европу и брали Берлин. Рядом с каждой фотографией небольшая аннотация, из которой можно узнать о подвигах наших земляков. Виктор Никитович Фокин, получивший звание Героя Советского Союза за форсирование западной двины и проявленное мужество в бою, в жизни был весьма скромным человеком. Его сослуживцы по ВНИИКОПу довольно долго даже не догадывались о том, что работают плечом к плечу с обладателем Золотой Звезды. И таких героев среди наших земляков немало. Третий стенд посвящен военным строителям – тем, кто в мирное время возводил московский коксогазовый завод, а во Вторую мировую служил в строительных отрядах. В этих строительных отрядах они уже возводили оборонительные сооружения, возводили мосты через реки. Когда надо было при отступлении наших войск, они взрывали наши и заводы, и фабрики, чтобы они не доставались фашистам. С четвертого стенда на нас с портретов смотрят победители. Как вернувшиеся с полей сражений и прожившие долгую и счастливую жизнь, так и те, кому не довелось познать радость победы, добытую с таким трудом. Здесь можно увидеть будни ветеранских организаций и шествия бессмертного полка. Ветновчанка Лидия Калмыкова всегда с интересом знакомится с экспозициями в сквере «Юность». Видеть на выставке знакомые лица, говорит, двойне приятно. Такой музей под открытым небом – отличная идея, считает Лидия. В музей надо идти, надо зайти, это специально. А это идешь мимо, нам удобно. Мы прошли, посмотрели. Еще раз пройдешь, еще раз посмотришь. Экспозицию сделали в двух экземплярах. Одна разместилась здесь, вторая на днях открылась в 10-й Видновской школе. А через некоторое время отправятся путешествовать и по другим образовательным учреждениям муниципалитета. Преподаватели истории ведут краеведческие кружки. Мы их обеспечиваем фото-выставкой и материалом. И они этот материал как бы изучают, и ребята сами рассказывают по материалам, которые им представляет историко-культурный центр. Вот эти экскурсии проводят. Ознакомиться с выставкой в сквере «Юность» можно до конца мая. Екатерина Борисова, Александр Бутников, Елена Кошелева. Видно этого. И в заключение выпуска расскажем о прогнозах синоптиков. Они предсказывают, что завтра, 9 мая, весь день будет облачным. Сильный дождь будет идти ночью, но еще до наступления утра закончится. Во второй половине дня пойдет дождь с грозой, который не успокоится до позднего вечера. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.